Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Я думаю, что вот если мы как-то говорим о вашей истории в целом, то я бы сказал, что у вас очень ярко прослеживается момент, что вы не доверяете себе, как будто вы себя не слышите. Если вы обратите внимание, то вы говорите про, условно, чувства своего мужа, но не про свои чувства. То есть, ну, именно про свои чувства вы не говорите, по факту. Вот. И вы говорите, что мечтаете о другом. Выглядит это так, как будто вы мечтаете об этом, вот именно что мечтаете об этом. тайком, да, как бы, то есть, ну вот, знаете как. Ну, украски, уклятки такой, как будто бы. Вот. И, в целом, не слишком хорошо знакомы с собой. Такое, по крайней мере, у меня возникает впечатление. Вот. Понятно, что я могу ошибаться. Понятно, что я могу быть не прав, но видится мне эта ситуация таким образом. И, соответственно, как мне кажется, вот обратить внимание вам надо бы в первую очередь на эти аспекты. Вот. На себя. То есть, иными словами. Вот. Вот. На себя и на свои желания. Да? Вот. Вы также, как мне показалось, пытаетесь, вот, переложить на психолога ответственность за то, что вам делать. Вот. Потому что психолог, он не даёт советов, вот. А психологи помогают, ну, клиенту. Да. Да. Мы помогаем клиенту разобраться в себе. Мы помогаем человеку лучше себя понять. Вот. Вот это мы делаем. Да. Что делать. Конкретно вам. Я думаю, что вы можете, ну, решить сам. Вот. То есть, я думаю, что... очень важно, чтобы вы самостоятельно принимали решение. Вот. Учились доверять себе. А то получается, что... именно то, что вам мешает, именно то, от чего вы пытаетесь, ну, пытаетесь, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, такое ощущение, что у вас предмутим, как будто бы, чувство вины. Я могу ошибаться, конечно, здесь могу чего-то не знать, чего-то не понимать, но вот выглядит всё таким образом, что как будто бы у вас чувство вины к мужу за то, что вот он такой хороший, а вы вот значит там мечтаете о условно другом, там не знаю, о другом чем-то, вот. И как будто бы вы виноваты, что за это себя чувствуете виноват. Это позиция, которая вполне может привести вас к весьма плачевным последствиям, потому что на чувстве вины, ну, отношений не постройщих. Таких вот EMG я имею ввиду качественных. Ну вот. И соответственно вам желательно желательно с чувством вины поработать, чтобы оно вас не так сильно грызло, если оно есть. Так же есть у меня такое ощущение, что как будто бы вы боитесь, боитесь вот, собственно, как будто бы счастье своего боитесь, то есть поверить в то, что вы достойны чего-то большего. Вот. Мне так показал. И если это правда, то со стрэгом тоже нужно поработать. Ну, один из ключевых моментов здесь в том, что вы используете такие слова, как «хороший». мне кажется, что крайне важно постараться увидеть, что хорошего и плохого как такового не бывает. бывает. Бывает приятно. Бывает неприятно. Это бывает. Хороший или плохой не бывает. понимаете. Вот. Поэтому то, как вы это позиционируете. Вот. Ну, каким образом мы это позиционируем? на мой взгляд, вызывает вопрос. И вопросы вот такие. На мой взгляд, достаточно серьезно. Вот. И соответственно, соответственно, вот в этих направлениях вам нужно и работать. как мне кажется, чтобы как раз решить вашу проблему. Когда если вы будете себя слышать, ну, качественно будете себя слышать, да? Ситуация станет гораздо лучше. Вот. Чем сейчас. Потому что... сейчас вы... по сути... страдаете от того, что... игнорируете свои желания. Вот. И в этом смысле... что бы вы чувствовали себя лучше. Вот. К сожалению. Давайте теперь прочитаем ваш вопрос. Итак. Муж хороший человек. И свои сложности, конечно. Какие? Характер. Характер у него непростой. Что это значит? Как у меня, собственно. Что это значит? Но их есть. И прекрасных, приятных моментов много. Каких? Он меня любит. Его любовь и забота я чувствую. А вы? Но на протяжении своей жизни чувствуете чего-то не хватает. Но это надо поисследоваться, чего не хватает. А... Периодически ловится по намерению, как мечтаю о другом о чем. Мне очень грустно от этого и досадно. Почему? Я заботилась как мне быть. У нас внутренний конфликт. Психологу поможет. Хочет нарученная привязанность. Моя проявляет себя так. Привязанность к кому или к чему. Я была на терапии, то она уйдила к другому, но ответа на вопрос-то делать не нашла. И не найдете. Психологи не дают таких ответов. Как мне помочь себе? Никак. Нужна психотерапия, но более-менее длительная. Хочу теплые, глубокие отношения с любимым мужчиной без доносов и сомнений. Тогда нужно доверять себе. И мне кажется, что один из важных моментов заключается в том, чтобы признать, что возможно, возможно, просто возможно. это не ваша мощь. Вот как бы это было неприятно, да, но это не ваша мощь. Может быть. И просто, вот, для себя решить, что я буду делать, если это, вот, все-таки, ну, не мой мощь. Если, вот, кто-то другой, кто-то другой. Вот. Что тогда я буду делать? Что касается заносов сомнений, то это недоверие себе, это следствие, результат того, что вы себе недоверяете. Вот. Реакция вполне естественная и обекватная для ситуации. Ну, для ситуации. Вот. Я бы так сказал. То есть, понимаете, в чем, вот, момент. В том, что вы приходите к условному психологу, для того, чтобы вам сказали, как, что делать. Вот. Мне же кажется, что вам, если и работать, например, с психологом, да, то не для того, чтобы искать ответ на вопрос, что делать, а для того, чтобы разобраться в себе и в своей жизни. Вот. Это куда более, мне кажется, важно и куда более, мне кажется, ценно. Вот. Понимаете, да? Поэтому. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Дальше. Какие вы сами чувства вкладываете вот в это желание «хочу теплые, глубокие отношения с любимым мужчиной без заносов и сомнений». Вы хотите, как будто бы, отношений, но вы не любите. То есть, вы говорите не про любовь, а про то, что вы хотите отношений. И если человек хочет отношений, он подбирает человека другого, который, по его мнению, подходит под этот образ отношений, но с этим человеком он не счастлив. Потому что подбирает головой, а не чувствует. Мечтает это вы сердцем. Получается, что сердце вы слышите только, когда все мечтают. Но вам для чего-то хочется теплых отношений. Для чего? Я думаю, чтобы была определенность и безопасность, ну, защищенность. В противном случае вы себя не чувствуете защищенным. Думаю, в этом дело. В том, что вы чувствуете себя незащищенным. И тревожитесь из-за этого. Может быть, одна остаться боитесь. Может быть, что-то еще. Так или иначе, с этим нужно разобраться. Так или иначе, с этим это нужно поисследовать. Вот. Чтобы вы сами лучше себя разбирались. Чтобы вы сами-сами учились себе, ну, добираться. Вот. И дальше уже, я думаю, будет плюс-минус. Понятно. Вот. На этом все. Надеюсь, все помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Может быть? Продолжение следует...